Всем привет, я Миша Иннер и это специальный выпуск моего видеовлога, можно сказать, который будет содержать нарезку с телевизионного стола, за который я первый раз попал. Попал! Попал, да. Попал на Мэйни и ПТ-Сочи. Целых два уровня мы там изыграли, были какие-то интересные раздачи. Играли, да. Два уровня были, какие-то интересные раздачи. Ну и чем все закончилось. Чем все закончилось, вы видите тоже в самом конце, вы тоже попал в камеру. Надеюсь, вам понравится. Сценарий... Какая удача, у него средний стэк останется. Ну и, как я люблю говорить, такой точек, даму никто не отменял. Это так. Ну, Миша с Мася все в порядке, в том плане, что среднестатистическое. Понятно, что был бы этот Денис Григорьев, дама выпала бы сразу. Так, Миша рейзит с... А здесь его главное так уже... Да, он опять коннектор и опять Кузнецов, но на этот раз уже строго по карте. Смотри, а здесь Миша... Угу, да, здесь Миша, здесь Миша заехал. Я ничего очень выкинул. Интересно. Ой, ой, ой. Так, ну Миша... Миша заколировал, да, ну... Миша горшот еще. Уже очень крупный. С сайзингом ставит Кузнецов. Миша еще и гадшот пошел. Но глубины не хватает, чтобы калировать почти на весь стэк. Ну, опять же, не очень понимаю я, почему в предыдущей раздаче он сыграл пас с мастевыми коннекторами, а здесь в более ранних позициях сыграл кол. Как-то это не очень логично, но, может быть, Миша сам объяснит. Кол, оставляя за спиной, там совсем мало пишет. Странное решение. Миша кушать не может. Чек-чек. И Миша проигрывает все фишки в необязательной раздаче. Туз, дама? Нет, это я бью. Да. Ну, очень, очень сомнительная раздача от Миши, если честно. Ну, поскольку раздача 6.5 Сюдот получилась самой противоречивой с этого телевизионного стола, то небольшие комментарии по ее поводу дам. На момент раздачи был третий подряд 3-бет от оппонента от моего. И я посчитал, что там диапазон смещен в сторону value, соответственно, имплайдот оценил как высокие. Поэтому заколил именно 6.5 Сюдот, несмотря на то, что до этого сбросил 8.9 одномастные. Похожи очень ситуации. Флоп поймал дама 7.2, что-то такое. С мелким флэш-дроф. И никаких вариантов, кроме кола здесь ставки, которая примерно равна 3-бета прифлоп, не было. В этой ситуации других опций просто не рассматривается. Основные вопросы в этой раздаче, ну, помимо прифлопа, были к колу терна. На терне ставка была примерно 80-90% банка, то есть достаточно плотная. И какие соображения у меня были, когда я нажимал на кол? Во-первых, я посчитал, что почти всегда против value диапазона я соберу оставшиеся в стеке у меня 30 тысяч. За донг-пуш и фривер по доезду. Во-вторых, я посчитал, что если вдруг у оппонента какая-то воспитательная работа, то он не будет дублифовывать, и я смогу иногда выиграть еще и по пятерке, по шестерке. Это тоже аргумент за кол. В случае победы и в случае поражения в этой раздаче я нейтрализовывал борьбу именно с этим оппонентом, который на меня в позиции, потому что либо у меня, либо у него оставался бы маленький стек, и уже не было бы такой напряженной ситуации с игроком с большим стеком, с глубоким слева от тебя сидящим. Ну и просто из математики исходя, у меня чуть ли не хватало там на прямые потоксы, плюс у меня сейчас 30 тысяч, которые я достаточно часто смогу добрать. Вот такие аргументы были за кол, но не буду спорить, что необязательная раздача, наверное. Как минимум при флоп и опенрейс и кол вызывают определенные вопросы. Ну и кол тёрна, он скорее всего плюсовый по фишкам, но в турнирной игре тоже является необязательным. Напишите в комментариях, как вы бы сыграли эту раздачу. Ну ревер вы увидите сами, я не доехал и оппонент забрал по туз хай. Как бы вы сыграли эту раздачу, напишите в комментариях, посмотрим, чей вариант розыгрыша соберет больше лайков. Больше чем удвоится, может Миша, рука его противника доминирована и будет приятно, если Михаилу удастся вернуться. Мало того, что ты нервный, ещё и аут от них заедет, да? У Гудвы-то тоже были боли-балет здесь? Кто здесь? Яна, не обижайте меня, пожалуйста. Кто-то ещё поиграет. Миш, нам охотно тебя посмотреть. Но восьмёрка, это удачная карта. И Миша более чем удваивается и возвращается в большой футбол. Опять оказались в банке шаламов-кульцов и опять, о, какой неплохой флопец открыли Миша. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Небольшую уже осторожную ставку ставит Меньшов, понимая, что есть кое-какие тузы в диапазоне Шаламова, которые протащили флоп. Калирует, да, ну, на 8 тысяч тяжело выбросить, но шанса выиграть раздачу практически нет. Есть. Если не перекупка, перекупочка. Да, ну вот, начал ауру включать. Залидил Миша, вот необычная линия, но хорошая, да, потому что так бы ничего бы не добрать на него не получилось. Миша здесь открылся рейзом, защитил Гардиенко большой блайнд, но вот, к сожалению, для Миши попал, а вот Миша не попал. Два барреля уже поставил Миша. Страшно блефовать Ривер Миша по причине, что нищему разбой не страшен, да, но все-таки он ставит. Доигрывает, что называется, раздачу до конца, это правильно. Вот, ну, тут трудно Гардиенко, короткий стэк, и вроде у него уже отчаяние. От отчаяния он может заколировать. Ну, посмотрим. Ну, мне кажется, выбрасывает. Ну, да, прошло. Опять Миша какие-то подставы раздают. И опять против его главного, так сказать, оппонента, его немезиды, его немезиды 26 марта. Мгновенный колл от Миши, но... Немезиды есть немезиды, да. Гардиенко как бы не объявил all-in, но поставил 12 тысяч фишек, оставив 5 за спиной. Ну, естественно, Миша сделает ререйс, и все-таки, наверное, выставление неизбежно произойдет. Прошлый раз я не очень выступил. В прошлый раз я не очень выступил. А, ну да, это же Гардиенко в самом начале. Я думаю, а как он до сих пор в игре? Потому что он все раздачи проиграл, но с тузами он в прошлый раз выставлялся. Против Дам, на этот раз все-таки троечки, они послабеют. Есть шансы. Это дает шанс Михаилу. Так, здесь Миша в деле у нас. All-in ставит и... Какой All-in? У тебя же был нормальный стэк. Мишаня, куда ты опять делал шашки? Идут уже синхронные раздачи. 111 место получает 5200, ну, почти долларов. А сейчас 112 осталось. Стэк у меня 26-28 тысяч, но сейчас будет большой блайнд, я буду ставить Ante и большой блайнд по 4000, а останется 20. Потом пройдет малый блайнд, останется 18. Вот мой стэк гигантский. О, Мацуля. Мы все раздачи сыграли, пойдемте смотреть дальше. Смотрят мамы, папы, нет? Все ждут Артура в этом турнире. Нет, там сзади 70. 70 где-то? Нет, ну 5000 баксов не лишний. Укрась. С этой не будем воевать. Какой стэк? Вот такой стэк. 15 осталось. И 5, 20 тысяч. Стартовые 30, если что. Ну, просто потому что мы не эксперты. Вот. А есть темы, в которых даже Денис Григорьев не считает, что он разбирается. Таких... Вот он. Пошла, пошла наживо. Пошла раскруточка. Миша удвоился, что ли? Утроился. Ну вот. Король на Ривере пришел. Продолжаем борьбу. Ну, Миша и так в оффлайн-турнирах редко в деньги попадает. Ну, все-таки мы сегодня с утра ему дали. Дали путевку в жизнь. Михаил Шаламов в самом конце. Туз Валет. Но у Александра Денисова туз дама. И Михаил покидает турнир. И его кубик Рубика. Ну а Миша, мы тебя ждем. Ждем у нас. Вот такая вот история. Попал в деньги. Но снова всего два бои надали. Конечно, все равно переапался. Два турнира, два ИТМа на этой серии. Для меня это очень нетипично. Хотелось большего. Но что есть, то есть. Радуемся этому. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте там лайки, колокольчики. Колокольчики. Колокольчики, да. Оставляйте ваши комментарии. Увидимся уже на стримах. Скоро вернусь. Вернусь. Мирончик, не перебивай папку. Скоро вернусь домой. Будем снова на улицах Твича с вами пересекаться. Всем пока. С вами был Миша Инна. Увидимся. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.